здравствуйте дорогие друзья мы вновь собрались здесь не просто так у нас повод замечательный праздник весомый но я не буду многословить хочу поздравить всех с хуятиной мои дорогие в самом хорошем смысле этого слова до очередной год прошел он был непростым а местами уж слишком хардкорным поэтому 2024 идет в пизду и мы вступим сразу в 2025 и будем счастливы все у нас хорошо будет не сомневайтесь друзья просто помните истину если сегодня вас кусает злая собака то завтра укусит добрая пользуюсь случаем хочу выразить любовь благодарность всем тем людям которые были со мной с которыми мы прошли этот год рука в руку а также тем людям с кем я познакомился в этом году и успел сблизиться в той или иной мере вы классные я люблю всех вас ну у меня пожалуй все передаю слово своему коллеге мой коллега весьма неплохо описал прошлый год всякое бывало и хуятиной не очень главное в этом мире помнить мирного неба над головой уже не будет а тут ты не прав а значит надо жить с тем что есть возьми свои слова обратно и ценить все моменты не перебивай ну ладно так вот цените себя цените друзей цените работодателя больше он вам платить все равно не будет так что как есть так и есть а вот друзей цените на самом деле это все было поздно и на самом деле время не то люди не те но те кто остались самые лучшие но в целом факт а это главное ходите в зал ходите на работу играйте в компьютерные игры не лезьте не в свою тарелочку и будет вам хайп и феи с новой гадой друзья с новой счастьей с новой дниной ура ура а теперь дорогие друзья смотрим новогодний спешал приятного просмотра ставим лайки подписываемся на канал делимся с друзьями репостим на стену ебало стени уже нет ты до магической даты в нашей истории наступает двухтысячный год новый век блять стул повыше можно новое тысячелетие мы все примеряли эту дату на себя прикидывали сначала в детстве спасибо потом поврослев сколько нам будет в двухтысячном году а сколько нашей мамы а сколько нашим детям казалось когда-то так далеко это необыкновенный новый год вот этот день и настал дорогие друзья дорогие мои сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с новогодним приветствием но это не все сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент России я принял решение долго и мучительно над ним размышлял сегодня в последний день уходящего века я уходящего века я говорил что не отступлю от конституции ни на шаг сильный человек болю власти передачи власти президент действовал в полном соответствии с конституцией страны по-настоящему оценить как много сделал этот человек для России можно только через какое-то время хотя уже сегодня ясно то что Россия пошла по пути демократии и реформ не свернула с этого пути смогла заявить себя как сильное независимое государство в этом его огромная заслуга я хочу с новым годом с новым счастьем с новым 20 ну что твари открывай с новым ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой. Столуха она. Я пьяная. ДОНЕСЕШЬ МЕНЯ ДО СПАЛЬНИ? Нет. Иди, сама тупая дура. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА БУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ Сучка наблевала, тварь бля. Не умеет бухать. Сука, рука охуенно легла. Сука, рука охуенно легла. Сука, рука охуенно легла. Хелп! Ты кто? Кто я? Сука, я кто? Ну я хозе. Что за сучка? Ооо, бухла. Сука, рука охуенно легла. Друзья. Сука, рука. Сука, рука. Сука, рука охуенно легла. Сука, рука охуенно легла. Вдруг мне нужна помощь. Осторожно. Где-то ржды. Какая помощь, ёпта? Финансовая. Пошли бутылки выносить. Петачок. Ну пошла жара. Ну давай за этого у него музыка Качёва играет на фоне. Либо вот этот ботаник. Далеко-далеко в густом лесу есть деревня волшебные поляны. В этой деревне жил да был поросёнок Петачок. Умный и симпатичный. Наступила засуха и все в деревне заболели. И Петачок остался совсем один. Какой-то мрачный лорд не находишь? Петачок. Вот он знает. Целых три дня шёл Петачок и добрался наконец до густой чаще, где жил сам дух леса. Петачок размазал. Можно уже это, мрачные теории строить. Всё дело в том, что люди отравляют мир, в котором живут. Ну так-то да. People равно shit. Тут и не поспоришь. Даже у Sleep Not такая песня была. Там ты найдёшь королевскую раковину и попросишь её дать тебе волшебную жемчужину. Эта жемчужина спасёт твою деревню. Твой путь будет долгим и трудным. Надо быть очень мудрым, чтобы пройти его до конца. И делать нечего. Я должен идти. Прекрасно, Петачок. Ты очень храбрый поросёнок. Я помогу тебе всем, чем смогу. Как это выглядит уже немножко странновато. Не находитесь. И набраться знаний, прежде чем пускаться в путь. Щёлкни здесь, чтобы начать путешествие. Ну, для ситкома самое оно. Согласен. Без них ты не дойдёшь никуда. Я всё прослушал. Так, ну тут он сказал, нам нужно набраться знаний, буквари покурить. В общем, мы начнём, наверное, с книги. Ну, тут дохуя выбор, я хочу тебе сказать. Первая, вторая, третья, даже четвёртая часть есть. Ладно, давайте поиграем. Зачем тигру полосы на шкуре? Единственная цель украсить тигра. Перенимаются только неправильные ответы. ... защитная окраска для тигра. Они позволяют отличить самца от самки. Ну, наверное, всё-таки украсить? Тут ещё плохая концовка есть. Полная аннигиляция, да? Не позволяет... Ну, блять, вообще-то у самки тигра нет. Тигр обитает обычно в лесах или камышовых зарослях. Приспосабливаясь к окружающей среде, его шерсть постепенно приобрела защитную окраску. Песочную... Пиздец. Как будто у поросёнка их больше, чем одна жизнь. Тоже мне, блять. И щёлкни на нём. Ну? Если ты ошибся, то пятачку очень не повезло. Если ты угадал, мы покажем тебе правильно... Щёлкни на нём. Если ты ещё не понял... Совсем, сука, за тупых меня считает игра. Делает пометки мочой. Подаёт звуковые сигналы. Ну... Ну, ебать, копать, конечно. Стая львов обычно состоит из нескольких взрослых самцов и множества самых с детёнышами. Самцы устанавливают... Он удачлив один раз из семьи. Ну, это буквально мы. Каждый его выход на ходу удачен. Он удачлив один раз из пяти. Я понимаю, тут надо на рандом ответить. Не, ну так если подумать, вот просто включить мозг, порассуждать... Ну, всё-таки бывают же какие-то неудачи. Ну, наверное, всё-таки, мне кажется, ответ один раз из пяти, он более правдив, потому что, ну, каждый раз я сомневаюсь, что у него получится угнаться за той же антилопой. Они, скорее всего, сами съебутся в страхе, ну, так что давайте вот... Ну, я же это... Ходил на уроки биологии все-таки в школе. Здесь, чтобы попасть в... Я уже попал. Запусти фотоигру, блядь. Так, объёбываем до боёба и уходим. Она зависла? Он наверняка знает дорогу. А, нет. Это просто особенности. Геймдизайн, походу. О, блядь! Пиздец! Полный пиздец! Волшебный лес. Чтобы попасть туда, возьми лестницу и найди господина кролика. Попроси его проводить тебя к сестрице, важной птице. А уж она... Блядь, гений мысль просто. Волшебный лес. О-о-о-о-о-о-о! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Блядь, понятно! Спасибо, господин Бык! В чем курица клюёт яйцо чтоб помочь цепленку вылупиться на свет؟ Она пытается уничтожить неудачное яйцо С тонкой скорлупой Так она выражает Недовольственного петуха Блядь, какая же Какая же Хардкорная хуйня все-таки Так, у меня Сука, я никогда об этом не задумывался А, ну Блядь, это было Мне больше всего Знаешь, что в этой игре нравится Во время диалогов просто стоп-кадр Блядь, что-то там орут Ладно Так Мне же не показалось, что он сказал Лиственницу А нахуя ты мне лестницу дал Ну и что мне, блядь, с ней делать Ну нахуя она мне нужна Пиздец Я знаю, что ты знаешь И это чувство Переполняло меня с самого начала Ебать, а что у него глаза такие красные Ха-ха Пусть от кого-то ее сует Пожалуйста, как мне перебраться через канаву Во-первых, я чертовски голоден Скорее, дай мне что-нибудь поесть Прошай-ка дохуя Ну ладно Сейчас я слишком занят Вот когда ты правильно раздашь Всю еду на столе животным Я дам тебе косточку А консервная банка-то? А, еще лучше Пожалуйста, принеси мне то, что я просил Блядь, с анимацией просто в голос Пожалуйста, принеси мне то, что я просил Блядь, с анимацией просто в голос Пожалуйста Принеси мне то, что я просил Принеси мне то, что я просил Не заплачьте, дорогие, слушайте вас wrong Пожалуйста, принеси мне то, что я просил Важастись, принеси мне то, что я просил Принеси мне то, что я просил Еду куя не без образования Будной сломан этим Google Обигordnungливый механизм Да же, лидиков они... Уж ухо Буйный Нихуя тебя ноги так вывёл Не могли бы вы помочь мне переправиться через речку? Ты хочешь переправиться через речку? Да, хочу, бля. Я перевезу тебя. Давай. Ты ответишь на мой вопрос. На вопросы. Да. Давай. Исчезает ли хвост у головастика, когда он вырастет? Хвост уменьшается, и его нелегко... Ух, это хардкор, блядь. Он отваливается. Он превращается в задние лавки лягушки. А, нихуя подобно. Мне очень жаль, но ты теряешь один орех в жизни. Тут жалко, нет квиксэйма. Где лягушки спариваются и мечтыква. Пиздец. Наверное, они в воде. Да ёпт, блядь. Сейчас реально проебем. Мне очень жаль, но ты теряешь один орех в жизни. Ну ль. Ух. Справились, блядь. Прыгай мне нахер. Хау! Хау! Почему у краба такие короткие ноги? Потому что он их все время обламывает, и они не успевают вырасти. Ноги у краба растут неравномерно, и некоторые остаются маленькими очень надолго. Нет, почему у краба такие короткие ноги? Ну, потому что он все их время обламывает, и они не успевают вырасти. Ноги у краба растут неравномерно, и некоторые остаются маленькими очень надолго. Блядь, ну постановка вопроса вообще просто лютый ахуй, если быть честным. Просто вопрос, да? Да. Ладно, давайте доверимся Лине и посмотрим, что из этого выйдет. Я боюсь. Извини, но я ничем не могу тебе помочь. Тебе лучше вернуться в Дом Мудрости и подучиться. Скорее возвращайся и снова в бой. Да. Короче, концовку на ютубе посмотрим. Все, всем спасибо. Мотки досмотрим. Считай, что мы прошли игру. Особое вещество внутри раком Стерял сам день вещество. Теперь отправляйся в Дом Мудрости. И это все. Вот. Можно я войду в тоннель времени и отправлюсь домой? Ммм, конечно, как только ответишь на мой вопрос. Блядь, вот получается это финальный босс. Не, ну тут уже не страшно проебать было. Четыре жи... И тут бы мы зарешали точно. Но обстоятельства не в нашу пользу сыграли. Это лютый пиздец. Презавив все препятствия, Пятачок возвратился в свою деревню. Волшебная жемчужина спасла всех ее жителей. И они зажили по-прежнему. Вот это реально, блядь. Здравствуй здесь, друг. Ты, наверное, думаешь, зачем тебе это все? Давай я тебе расскажу. Вещи изменились, пока ты был... Что происходит? В общем, используй свою клавиатуру и мы, чтобы... Слушай сюда. Много вещей изменилось. И какие-то тупые головорезы появились на улицах. Они очень опасны. Копы тоже. Выжили из ума. Стреляют безо всякого предупреждения. Владит. Чё? Как с ним пообщаться? Ну я enter жму. А, он меня поднял? Блядь, отпусти. Не надо, слышь. А, ну я там... Кирин шоколапс провоцировал, понятно. Ну понятно. О, теперь у нас есть первое оружие в этой игре. Кстати, поздравляю. Можно... Можно, кстати, на ком-то проверить. Например, вот этот был на кабане, он уже и не здесь. Ну кому-то можно поугрожать, например, вот этот. Тебе тип, наверное, тоже не нравится. Вот он. Во! Вот он, кстати. Во, во. Здесь... Блядь, я машину, походу, убил сейчас. Самую главную в игре. Там что-то писали про гей-стейшн, но я что-то проебал от момента и просто пытался привыкнуть к управлению. Но что я могу тебе уже сказать? Машина ведет себя более чем адекватно. Вот на удивление для такой игры более чем. Так, последняя... Ката на своем Destination Point должен... Короче, я должен вылезти из тачки, потому что мы приехали. Только я не знаю как. Я не знаю как. Я приклеен к рулю, помогите. Мужик, выбей дверь, выбей замок. Выпусти меня на свободу, пожалуйста. Я этого не заслужил, чтобы быть здесь с вами. Ааа, он пом... Блядь! Нет! Нет! Давай в позу эмбриона. Ложись, блядь. Я тебя сейчас устрою темную. И убежал, блядь, в магазин с наггетсами, блядь. Умный. Я тоже все понял. Я уже преисполнился. Хорошо. Я тебя понял. Прекрасно. 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 Я просто громкость выравнивал. я сдох это не вот что ответь если я у себя меняю громкость на компе она на стриме меняется слава богу я не могу просто понять оптимальный уровень потому что 50 по ушам бьет на 40 уже нормально я тебе не могу зато с вашей надписи дебил 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 слышь ты кусок пластикового говна пошел к хую он не включал мой любимый гровар микс чтобы ты сделал на моем месте ты интернет вообще-то не подключил дурацкий проводной интернет на следующей неделе куплю себе роутер итак шовель каждый месяц у вас и город приезжает барыга и отдает булочку первой же лодке возьми лодку и забери булочку что может быть проще созвучки выпал уровень похуизма которому надо стремиться интересно сколько по времени нет мод сделали когда бандиты начинают выламывать дверь откройте хотя бы банку шпрот совмещение неприятного с бурман галиеву ахмеду арсан в автобусе инструктор по прыжкам с парашютом в самолете пробегает одну девятую часть 100 метровки членин дровосеки скис мы просто по что-то в голос блять блять я опять не туда еду я забываю где этот ёбаный отель находит ой блин я мая 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 в сферкленин блять шовель это кто-то ну а а а му му много Продолжение следует...